коллеги доброе утро сегодня 6 мая 2015 года среда с вами Игорь Суздальцев ведущий видео портала трейдеров Utrade TV и мы начинаем программу торговый план начинаем как обычно с новостей глобальной и внутренней новости все у нас сегодня есть и главная новость дня которая без сомнения окажет ли они на финансовой рынке сегодня это то что комитет Европарламента одобрил усиление санкций против России она будет вынесена на голосование в июне и здесь очень много интересных вещей которых в принципе я даже некоторых и не знал но например она ну во-первых понятно общеизвестная вещь что она предполагает ужесточение антироссийских санкций в случае невыполнения москвой минских соглашений а вот какие минские соглашения оказываются невыполненными это интересно если Россия продолжит дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и не откажется от незаконной аннексии Крыма Евросоюз должен усилить санкции и рассмотреть возможность предоставления оборонительных вооружений и другой военной помощи Украине во-первых непонятно в минских соглашениях там насколько я помню вообще тема возвращения Крыма не обсуждалась или обсуждалась а нам не сказали или были какие-то секретные переговоры но вот ссылаясь на минское соглашение Россия якобы согласно версии Евросоюза так сказать должна отказаться от незаконной аннексии Крыма это первое второе Евросоюз в смысле усиления санкций уже будет рассматривать возможность предоставления оборонительных вооружений и другой военной помощи Украине раньше этого не звучало такие две новации то есть ссылка на минские соглашения по значит подсказывает мне что идет эхо сейчас я посмотрю у меня да нет Владимир надо коллеги еще у кого-то эхо идет дайте мне знать пожалуйста у меня вроде все нормально Владимир посмотрите динамики наверное Алекс пишет что вчера передачу смотрел выполнены не будут сто процентов минские соглашения вот ну вы знаете тут я не берусь судить сто процентов не сто процентов но то что мы они-то на устно были устной форме заключены их не никто в конце концов не подписал кроме ДНР и ЛНР и текста мы по сути не увидели то есть понятно что всем было выгодно заключить устно потому что легко обвинить партнера что здесь делает Евросоюз переигрывает по заданию США или действительно были какие-то соглашения я не знаю но это эти две вещи звучат впервые и это важно то есть ситуация идет не по нисходящей как бы по сглаживанию конфликта она идет по нарастающей вот естественно как бы подчеркивается что надо сотрудничать и надо убеждать Москву полностью безоговорочно реализовать соглашение прокрещение огня и возвратить Крым Украине и так далее значит заявляют они специально подчеркивают о своем решительном непризнании присоединения Крыма к России а также уже высказывают третья вещь которую я хотел отметить высказывают обеспокоенность по поводу притеснения национальных меньшинств на территории полуострова в частности крымских татар ну и так далее короче ситуация к сожалению не улучшается более того они считают что Крым провещает во вторую стартовую площадку по примеру Холенинграда вот и это может угрожать Россия при этом может угрожать Центральной Европе Балканам Южной Европе а также Восточному Средиземноморью и даже Ближнему Востоку о как видят они усиление давления России на восточные границы Евросоюза на Румынию Польшу и Прибалтийские государства видят они попытку создать наземный коридор вдоль западного берега Азовского моря через Мариуполь а затем в Приднестровье вот цель по их мнению оставить Украину без выхода к морю и так далее вот такая резолюция будет вынесена на июньское собрание в конце по-моему в июне не буду этого говорить но летом это будет собрание и суть какая что все 28 членов Евросоюза должны поддержать и тогда оно вступит в силу кто-то может быть против ну например ожидается что будет против Словакия Венгрия Австрия Испания Кипр Италия и Греция нет сомнений что после этого любому любому государству которое будет проголосовать против будет предложено выйти из Евросоюза вот что ключевое немцы французы не потерпят бунта в этом случае вам сказали вы басота подзаборная должны поднять ручонки проголосовать такова логика отношения внутри крупных государств и маленьких государств Евросоюза в принципе такая же логика была и в Советском Союзе так вот мне интересно осмелится ли кто-либо выступить против Германии и Франции в данном случае очень интересно посмотреть особенно конечно на такие страны как Италия и Греция с которыми у нас более-менее нормальные отношения это будет ключевое понятие так сказать пойдет ли Евросоюз единым фронтом или кого-то придется исключать Сюсюкать не будут это я вам точно говорю все зашло слишком далеко ну вот и посмотрим сможет ли Меркель убедить весь Евросоюз проголосовать за это решение а вторым как вы знаете действием она то есть первым действием левой рукой она играет в эту игру добрый день видим Максимка видим вашу камеру скоро сразу после эфира с вами поговорим обязательно а второй рукой она пытается ясно мне кажется что все это шоу для поддавливания на Кремль второй рукой она пытается убедить Кремль пойти тоже немножко на попятные и непонятно и понятно что зачем она едет в Москву 10 мая провести переговоры как-то пытаться решить мирным путем но я как человек не понимаю а что можно решить вернуть Крым Украине Владимир Путин уже не может уже внутри страны его Российской Федерации его никто ни один человек не поймет не те кто за Путина не те кто против Путина никто уже не поймет сделали решительный шаг откатываясь сейчас назад невозможно это по сути потеря всякого политического веса и влияния какие еще решения есть вообще не представляю что это может быть ну посмотрим вот 10 мая через 4 дня посмотрим может быть что-то нарешают почему так много говорим об этом почему так важно ну понятно война системный риск резко бьет по финансовым рынкам сразу в нашей стране в случае начала войны все биржи немедленно замораживаются не медленно всегда поэтому очень хотелось бы чтобы о чем-то договорились чтобы не было объявлено никто никому ни кем никакие военные действия и как бы шанс наверное на это есть какой не представляю будем смотреть они политики профессионалы наверное что-то знают больше чем мы иначе что они там сидят вторая тема в России ведут параллельный импорт медтехники лекарств и автозапчастей эта тема такая же опасная как и Крым потому что при этом то есть по сути вводится понятие так сказать параллельный импорт по сути серый импорт допустим США запрещает вот допустим мне поставили венгры да какой-то товар и запрещает его продавать за пределами венгрии а венгры контрабанта тайна бах поставили в России условно да вот естественно нарушили авторские права венгров естественно будут наказывать и России будут наказывать вот что такое параллельный импорт причем сейчас обсуждается уже одобренная идея легализация этого параллельного импорта и в конце мая будет объявлен список но пока предполагается что это будет импорт медтехники лекарств и автозапчастей почему это важно для нас это значит что мы признаем косвенно нашу неспособность организовать производство медтехники лекарств и автозапчастей все точка это экономический провал и он уже зафиксирован так сказать фактом в признании необходимости параллельного перевожу для вас серого контрабандного импорта больше того любой контрабандный импорт он ведет целую индустрии контрафакта подделок вы завозите откуда-то с другой страны якобы американский товар а сделали там где-то на окраинах тремя вьетнамцами из белого порошка на самом деле это никакой не аспирин и так далее понимаете или это на самом деле американский аспирин или еще что-нибудь никто не знает вот в чем проблема там и вообще честно говоря это бизнес челночников которые выходят в китай покупают якобы себе там 10 паленых айфонов ввозят в россию продают как настоящий то есть как может государство вообще заниматься этим я не понимаю это крайне негативное решение и чем это может закончиться это может закончиться эмбарго потому что сша и евросоюз получает миллиарды долларов со всех по со всех форм правообладания особенно патентов на производство тем более региональные продажи роялти то есть это все огромный бизнес это там говорят что вчера мы обсуждали коллеги говорили что там более ста миллиардов долларов только сша зарабатывает на этом я цифру не проверял но вполне допускаю что это так так вот а что такое если сейчас америка если это действительно вступит в силу американцы после первой поставки могут уже вести эмбарго даже сисюкать не будут речь идет о миллиардах долларов чем опасно эмбарго это запрет на все формы товара товарного обмена на все формы торговли как на ввоз импорт естественно сразу закроют так и на вывоз мы же нефтяной экспорт потеряем в этом ситуация это наше все вот это конечно я с этим законом прямо обращаясь к правительству российской федерации не принимать его мы превращаем себя в государство челночник государство покупатель контрафакта государство изгой зачем нам это алло может как-то по-другому договориться это неправильно абсолютно решение во первых такого не такое было во времена ссср почему у нас был железный занавес мы нарушали все нормы и правила но может не надо может уже по-другому как вторая тема такая параллельный импорт нашли же слово культурное приличное удивительно третья тема андрей миков приветствуем вас рады что вы вернулись если вы сейчас выключите камеру свою то мы продолжим спасибо сразу после эфира сразу после новостей с удовольствием с вами поговорим так вот следующая новость прямо имеющие отношение ко всем происходящим событиям семьи погибших оренбургских воинов через суд добивается доплат в 95 году погибли официально оренбургская газета в 95 году погибли оренбургцы в чечне и вот сейчас их родители стали выходить на пенсию им отказали в доплате к пенсии по случаю потери кормильца нехорошо 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 значит когда парни умирали посылали и тоже государство посылало ничего у нас не переворота никакого не было не изменения формата государственности раньше я понимаю ссср там российская федерация что-то не признали здесь российская федерация была есть и остается почему отказали нехорошо нехорошо надо пересмотреть тем более что сейчас мы идем явно чему-то похожему скажем так ну не похожему а какому-то военному конфликту явно идем кто же пойдет воевать понимая что родители ничего за это не получат это неправильно следующая новость ржд может попросить у государства 70-75 миллиардов рублей на 2016 год вот о том речь о какой эффективности государственного правления российскими железными дорогами может идти речь ясно что надо приватизировать надо что ясно срочно разбивать иначе мы будем кормить этих людей бесконечно ничего не умеют не заработать не организовать 70 миллиардов рублей просят да по сути это больше чем вообще вы все стоите все ржд нехорошо еще один признак экономического кризиса то есть а если деньги кончатся что будет с ржд главный вопрос следующая новость мвд возбудил дело о хищении в мосооблбанке на 70 миллиардов рублей экс владельцев подозревают в этом деле банк был активным ничего не могу сказать сейчас он под санацией смп банка вот это серьезно это серьезно это может повлечь за собой определенные негативные явления в сфере банковского бизнеса в целом яндекс следующая новость попрощался с идеей создания собственной мобильной платформы ясно что вы выступили против гугл потому что это все было сделано мобильная это операционная система для смартфонов и планшетов она естественно стала бы конкуренткой гугловским всем программам поскольку создана на базе открытого исходного года андроид вот ну и этот гугл зарубил проект этот а на него очень много ставили поэтому яндекс сегодня покупать я бы не советовал новость такая негативная сегодня пойдет гулять по всем площадкам естественно и ну вот продавать кстати говоря наверно один день эффект будет заработать наверно можно ну что коллеги давайте подведем итоги значит вчера самая главная новость мы подходим к рыночной новости вчерашней вчера внезапно ни с того ни с сего к вечеру ближе нефть резко выросла в цене пошла прямо по крупному сейчас в моменте она составляет 68,60 давненько давненько больше четырех месяцев не видели больше полугода вернее уже не видели этих уровней вот естественно рубль сразу вырос и к нашей несказанной радости причина роста нефти очевидна события в Йемене и Ливии нет так сказать ну можно предположить как бы кто там помогает все это организовывать не будем ничего предполагать радуемся цена на нефть пошла нефть наше все слава богу кто там как это решает флаг в руки главное нам выгодно вот такая так сказать история вот значит что у нас по не по рынку вчера у нас укрепился резкая рубль и к доллару и к евро ну и и рынки тоже успели приподняться на этих на всех новостях 1721 индекс ММВП мы закрылись почти на 2 процента рост и на 4 более 4 процентов рост по индексу РТС 1072 прекрасные прекрасные показатели надеюсь что сегодня будет такая такая же история надеюсь что так сказать не то что надеюсь ну как бы если конфликт в Йемене и Ливии будет нарастать внутренние их конфликты то это будет способствовать укреплению нефти цены на нефть ну и как бы день у нас будет зеленым вот поэтому в принципе как бы внимательно за этим следим и давайте спросим монету насчет нефти цены на нефть что будет с ней сегодня вот с этого уровня который я назвал buy sell две стороны у монеты нефть бренд за баррель мы спрашиваем и покупать или продавать а вы естественно можете заказать свой финансовый инструмент и монета через секунду подскажет вам направление движения бросаем монету оп ловим смотрим sell вот а чё sell вот так все хорошо пошло 68 уже Артем пишет я вчера ставил на 70 вот ну и все ждем 70 естественно ну давайте спросим у наших спикеров кто что думает на эту тему что нам ждать сегодня от нефти хочу первого первого послышать и Юрия Чеботарева во-первых он много говорил о нефть 70 сохраняет ли он так сказать этот ориентир и вчера Юрий кстати говоря многие писали а где мнение Юрия Чеботарева на смарт-лабе несколько человек написали вот я сегодня им напишу вот мнение Юрия Чеботарева доброе утро Юрий доброе утро ну и я в общем то свое мнение по нефти остаю в том ключе то есть мы куда то сходим туда в район 70 на самом деле мы в общем то уже туда пришли вот и сейчас я думаю мы увидим в общем то и мы его вчера уже начали видеть движение курса доллар рубль к отметке примерно 47 ну где то в этом районе может быть 46 точно угадать нельзя вот как я и ранее говорил все это эффект толпы вот то есть курс примерно 70 долларов за баррель и курс 47 рублей за доллар это все эффект толпы вот причем насколько я знаю сейчас есть такая в инете бродит информация что центральный банк специально сделает интервенции чтобы опустить курс рубля в район 47 рублей за доллар для того чтобы ВТБ смог закупить очень большие партии долларов потому что ВТБ в общем то терпит крах этот банк находится в общем то в очень плохом состоянии поскольку это же как говорил в свое время наш президент это карманный банк правительства Путин это говорил когда он был премьер-министром что ВТБ это карманный банк правительства ну поэтому приходится оплачивать всякие дела которые ну а денег в общем то нет я думаю что туда примерно опустят до 47 рублей за доллар там затарят хорошо и после этого мы начнем движение как говорится бороздить космические просторы вот тут уже ходит информация что мы где-то на 124 рубля за доллар подымемся вот а и основ оснований для 124 рублей есть я думаю что 10 мая будет встреча Меркель и Путина да я так понял в Волгограде вот ну на самом деле эта встреча в общем то уже понятно к чему она идет Меркель просто-напросто неофициально предъявит ультиматум Путину вот что хватит значит вести эти все ла-ла все уже все прекрасно знают что происходит в Восточной Украине вот и надо принимать какие-то конкретные решения вот а дальше она просто уедет и будут они наблюдать за тем что будет делать наше правительство вот ну правительство конечно само дело в том что наш премьер-министр вообще не знает что нужно делать судя по тому как он себя ведет и судя по тому что происходит в экономике я вас остановлю на этом у вас вступила в 1 мая законодательство о борьбе с экстремизмом новое в СМИ поэтому вы поосторожнее пожалуйста правительство хорошо ну я в общем свою точку зрения озвучил по поводу 47 рублей это будет эффект толпы на нем просто в общем то сработают и так сказать тут будет все понятно вот тем более что надо я всегда вот по вторникам говорил что у нас увеличивается количество открытых колов на курсе рубль-доллар на опционах куплено уже больше 550 тысяч колов это очень-очень большая цифра потому что именно эта цифра она может привести к эффекту резонанса на рынке по курсу рубль-доллар именно вот ближе к экспирации 15 июня примерно то что мы наблюдали в декабре вот мы можем этот вариант увидеть и я думаю что вот как раз после парада победы там в общем после 9 мая когда начнутся рабочие дни мы увидим очень такие неприятные сценарии очень неприятные сценарии может сработать еще эффект этого самого сезонного фактора по нефти понятно юрий мы можем сделать заголовок ролика сегодняшнего рубль укрепляет чтобы втб закупил доллары дешевле юрий чеботарев не тут понимаете это гипотеза я у меня нет достоверной информации вот по поводу втб просто это гипотеза которая гуляет уже дело в том что я объясню почему это гипотеза происходит откуда она идет дело в том что стоят беды на покупку рубль доллар на уровне 46 примерно на 50 миллиардов долларов вот на рынке ну и понятно кто у кого есть такие деньги они либо либо есть у веба либо у втб больше клиентов таких нет давайте olm Gud укрепляет чтобы госбанки закупили доллары дешевле такая версия на эффекте толпы чтобы госбанки закупились на эффекте толпы на эффекте толпы все чтобы госбанки закупили так и было. Рубр укрепляет, чтобы в банке закупили доллары дешевле на эффекте поведения толпы. Да. Отлично. Спасибо, Юрий, большое. Удачи вам сегодня. Спасибо. Значит, Александр Булгаков, я вижу, вы комментируете активно, что ВТП в шорте по доллару примерно с 38 рублей. Не думаю, что ему дадут сокрыть шорт без убытка, но на 47 вполне согласен с Юрием. Александр, а можете зайти прокомментировать вот эту новость и как бы новость... Ну, кстати, вот вы коап мне прислали. У меня не открылась эта страничка. Я ее открыл из чата. Вы можете зайти в эфир прокомментировать ваше... А, без С. Я понял. Я понял. Сейчас мы берем С. и должно сработать. Александр, можете зайти в эфир прокомментировать? Нам, честно говоря, вы очень хорошие такие замечания делаете. Финансовый анализ банков. Ага. Хорошо. Это я обязательно посмотрю. И прокомментировать, потому что, ну, как-то это... Хотелось бы автора послушать эту идею. Тем более, что ВТП в шорте по доллару с 38 рублей. Это такая серьезная, я вам хочу сказать, отметка. И то, говорят, что они же 47 не пустят. Если надо будет спасать ВТП, и на 28 опустят. О чем вы говорите? Вот. Ну, хорошо. Пока не вижу, так сказать, реакции Александра. Может быть, похоже. Коллеги, давайте послушаем Владимира Никитина. Что он думает по сегодняшнему рынку? Пойдет ли нефть выше? Сможем ли пощипать мы на этой поляне? Владимир, доброе утро. Кто слышим? Слушаем, видим вас. Доброе утро. Доброе утро, Игорь. Я сегодня не полезу в рынок. На Форс не полезу. На Форекс. Да, понятно. Что, на ваш взгляд, в целом? В нефти будет дальше расти выше 70? Или вот уже все, так сказать, 68-50, уже вот это предел, который, так сказать, разумность состоялась? Вы знаете, Игорь, что-то даже вот так сложно сказать, потому что, как бы, вполне реально, что она может и 70 пробить. Потому что, судя по тому, как она идет, в принципе, будем смотреть. В принципе, доллар сегодня, индекс падает. Как бы, все шансы у нее есть продолжить свой рост, как бы. А тем более, что такое 70? Что есть тут осталось до 70? Да, да. Скажем так, 2%. Согласен. Поэтому, вполне вероятно, мы ее можем увидеть даже, если не 70, можем даже пробить. Ясненько. Понял вас, Владимир. Удачи сегодня. Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, это был Владимир Никитин. Так, сейчас я... Ага, вверху, вверху просто нажать камеру и микрофон. Да, это тоже писано. Ага, хорошо. Владимир Никитин, трейдер с Пятигорска, был с нами. Игорь Киртишов сомневается, что ВТБ был в шарте по 38. Игорь, а зайдите в эфир, пожалуйста, расскажите нам, почему вы сомневаетесь? Игорь Киртишов, трейдер из Пенза, сейчас будет с нами. Доброе утро. Почему я сомневаюсь? Потому что я всегда считал и буду считать, что ВТБ – это банк, который очень тесно связан с нашим Центробанком. Поэтому я думаю, что это беспочвенные какие-то утверждения, что они в шарте по 38. Они знали все загодя. Поэтому нет, я сомневаюсь. Это диза какая-то. Я считаю, что специально, скажем так, выкинули в рынок, чтобы люди думали по-своему. Нет, это исключено. Почему исключено? Потому что я еще сужу по самому поведению бумаги ВТБ. Очень она непредсказуемая. Это бумага, я считаю, казино. Поэтому нет, здесь что-то другое. Ну точно там не шарты. Нет, нет. Ну просто, да, я вот соглашусь, что они просто хотят закупить это подешевле. Но шарты здесь ни при чем абсолютно. Никаких там шартов нет. Более того, я считаю, что ВТБ уже они знали. Они затарились по 35-36, да? И они уже знали заранее, что куда идет все движение. То есть они с августа месяц или там с сентября они уже знали, что рубль идет вверх. Потому что ВТБ очень они хорошо заработали на этом. Это супер. Ясно. Поэтому мне все нормально здесь. Я понял. Ясно. На что сегодня будете смотреть на рынке? Ну сложно сказать, конечно. А также, наверное, по Газпрому остается в силе у меня, что на 160. По Сберу я думаю, что... Ну это, конечно, не сегодня и не завтра, наверное, но на 85 где-то туда мы сходим. А там уже наверное остановочки и... Ну там уже видно будет, как эти праздники пройдут, что там встречи. Ну особых там, конечно, я про движение не вижу. Поэтому я думаю, может там скорректируем все. Ну сложно сейчас сказать, конечно. Но по нефти я думаю, что скоро закончится движение вверх. Ясно. Сейчас просто уже... Я чувствую, смарт-лаб открываешь, эйфория, всего 70, вот от 90 там. Ну все понятно. Когда так уже начинают писать, я уже осторожно отношусь. Ясно. Ясно, Игорь. Спасибо большое. Удачи вам сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания. Коллеги, с нами был Игорь Кирдишов, трейдер из Пензы. Ну что, коротко, чего нам ждать сегодня по новостям, по экономическим индикаторам. 11.30 Индекс доловой активности в сфере услуг Великобритании. В 15.15 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от АДП по США. В 16.15 Выступление председателя ФРС Елен. В 17.00 Индекс деловой активности PMI Survey, я так понимаю, за апрель по Канаде. Вот такие основные новости. Ну и запасы сырой нефти в 17.30 тоже у нас сегодня будут. Есть на что посмотреть, на что сориентироваться. Всем спасибо большое. На этом программу Торговый план завершаем. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok